История не терпится слагательного наклонения. Ее можно переписать или раскрасить. Потом. Яркий цвет в истории сопровождает события. Пурпур древнего Рима или золото Византии. Или социалистическая революция в России, столетний Дамас, разделившая мир на два противоположных лагеря. Это не была какая-то жалкая цветная революция 21 века. Это был взрыв. Перелом. И цвета его были яркими, бьющими по глазам, режущими по живому. Цвет черный. Цвет российского двуглавого орла. Символ великой державы на Востоке. Государственной стабильности и крепости. Огромные империи от Балтийского моря до Тихого океана, рассыпавшиеся в одночасье. Цвет белый. Цвет белого движения. Благородная белая кость. Российская элита, стоявшая насмерть против того, чтобы в России поднял голову сиволапый мужик. И проигравшая все, так и не уяснив главного. Россия стояла, стоит и стоять будет на таких вот мужиках. Цвет красный. Цвет надежды на справедливую жизнь. И готовности отдать жизнь ради этой надежды. Черный. Белый. Красный. Три цвета ушедшего века. Порой их пытаются смешать. Но однажды это уже делали. Получилось страшно. Лучше не смешивать. Жизнь требует делать выбор. Было бы ошибочно думать, что в течение всего этого года мы сражались на фронтах за дело враждебных большевикам русских. Напротив того, русские белогвардейцы сражались за наше дело. Эта истина станет неприятно чувствительной с того момента, как белые армии будут уничтожены и большевики установят свое господство на всем протяжении необъятной Российской империи. Уинстон Черчилль. Мировой кризис. Вопреки сложившимся в 21 веке убеждениям, которые сегодня активно популяризируют в России на государственном уровне, белые не были ангелами. В гражданской войне ангелов по определению не бывает. Главное, о чем сегодня предпочитают не говорить, но как бы это ни звучало обидно для памяти господ офицеров, белых использовали. В первую очередь Запад в своих интересах. Беспроигрышный вариант. Предположить, что правящий класс России представит мужичье равными себе, по определению невозможно. Значит, только война. Причем война страшная, беспощадная. Еще задолго до того, как в 18-м году брат пошел на брата, сразу после революции 1905 года, председатель Совета Министров Сергей Витте, не скрывая ужаса, писал о своем разговоре с лауреатом Нобелевской премии, физиологом Мечниковым. Вот этот милейший, достойнейший и талантливейший Мечников упрекал меня так же, что я мало убил людей. По его теории, которую он после выражал многим, я должен был отдать Петербург, Москву или какую-нибудь губернию в руки революционеров. Затем через несколько месяцев их осадить и взять, причем расстрелять несколько десятков тысяч человек. Тогда бы, по его мнению, революции был положен конец. Некоторые русские с восторгом и разинутыми ртами слушали его речь. При этом он ссылался на Тьера и его расправу с коммунистами. Белое движение, белая армия, офицеры, белая кость, голубая кровь. Дворяне, потомственные военные, носящие погоны с 10-летнего возраста, пришедшие в военные училища из кадетского корпуса с бесконечным чувством преданности отечеству и престолу. Исторически на Руси офицер не занимался политикой. Старались держаться подальше от политики и офицера Первой мировой. Слуга царю и отечеству. Остальное не имеет значения. Мышление настоящего офицера в корне противоположно гражданскому. Для него вся страна – это лишь тыл армии, предаток, который обслуживает ее нужды. А как же быть с Великой революцией? Что ж, если она того заслужит, найдется место и для нее, на подножке вагона с провиантом и боеприпасами, идущего в сторону фронта. Поэтому армейское командование считало, что после смены фасада власти инцидент исчерпан. Но был ли он исчерпан для страны? Виктор Чернов – записки социалиста-революционера. К осени 1917-го только в немецком и австрийском плену находились почти 4 миллиона русских солдат. Это превышало боевые потери в три раза. Солдаты массово сдавались, дезертировали. Они устали, они не хотели, они не видели смысла воевать. Вопрос о мире расколол армию. Офицеры – за победу, и крестьяне в военной форме – против войны. Их было больше, без преувеличения, в сто раз. Если не произойдет чудо, то мы погибли. Армии больше не существует. Фронт бежит. И остановить разрушение фронта нет человеческой возможности. Это отлив океана. Поймите вы, русский солдат бросил винтовку, и заставить воевать его больше нельзя. Октябрь 1917-го года. Москва. Английский посол сэр Джордж Уильям Бьюкинен сообщает. Российский солдат сегодняшнего дня не понимает, за что или за кого он воюет. Прежде он был готов положить свою жизнь за царя, который в его глазах олицетворяет Россию. Но теперь, когда царя нет, Россия для него не означает ничего, кроме его собственной деревни. Гражданская война началась 25 октября 1917-го года. В этот день генерал Краснов выступил на Петроград. Или 2 ноября, когда на Дон прибыл будущий главнокомандующий добровольческой армии генерал Алексеев. Или 27 октября 1917-го года, когда Милюков в Донской речи опубликовал декларацию добровольческой армии, тем самым ее легализовав. Мы знаем точно, не было бы интервенции, не было бы и гражданской войны. Сегодня мало кто знает, что осенью 1917-го белое движение в России практически не имело никакой поддержки. За генералом Красновым в октябре 1917-го года на Петроград пошли 700 казаков. Узнав о том, что под его командованием к концу января 1918-го года осталось всего 147 казаков, атаман войска Донского генерал Каледин застрелился из его предсмертного письма. «Население не только нас не поддерживает, но настроено к нам враждебным. Сил у нас нет, и сопротивление бесполезно. Я не хочу лишних жертв, лишнего кровопролития». Алексей Максимович Каледин застрелился. Поступок русского офицера. Но он ничего не изменил. Казаки – вековой оплот Российской империи. Не хотят воевать против большевиков. Тысячи офицеров, порядка семи тысяч казаков и солдат, четверть из которых раненые. Это все, что есть у белых осенью 1917-го и зимой 1918-го годов. Ряд эвакуаций, вызванных петлюровскими и советскими успехами, и занятия нами новых территорий, дали приток офицерских пополнений. Многие шли по убеждению, но еще больше по принуждению. Антон Деникин. Народ их не поддержал. «Боеприпасов нет. Продовольствия нет. Военных перспектив никаких. Их лозунги абстрактные пусты. За великую, единую и неделимую Россию. За учредительное собрание». Генерал Слащев вспоминал. «Тогда я ни во что не верил. Если меня спросят, за что я боролся и каково было мое настроение, я чистосердечно отвечу, что не знаю. Не скрою, что в моем сознании иногда мелькали мысли о том, что не большинство ли русского народа на стороне большевиков. Но эти мысли я как-то трусливо сам отгонял от себя и противопоставлял им слухи о восстаниях внутри России и так далее. Это было ужасное время, когда я не мог сказать твердо и прямо своим подчиненным, за что я борюсь». Генерал Корнилов в январе 1918 года в начале первого похода добровольческой армии приказал «кленных не брать, вся ответственность за это ложится на меня». Генерал Деникин в своем первом политическом обращении о добровольческой армии ставит задачу «борьбы до смерти, а жизнь брала свое». Жизнь била ключом, бросалась в глаза обилие офицеров всех рангов и всех родов оружия, фланирующих в блестящих формах по улицам и наполнявших кафе и ресторан. Их веселая беспечность не только удивляла, но и наводила на очень грустные размышления. Им как будто не было никакого дела до того, что совсем рядом горсть таких же, как и они, офицеров, вели неравную героическую борьбу с красным злом, заливавшим широким потоком просторы растерзанной Родины. Поручик Корниловского артиллерийского дивизиона Даниил Свидерский Большевики готовы к компромиссу. В январе 18-го собирают учредительное собрание. Первым декретом Второго съезда Советов отмена смертной казни и амнистия тех же Корнилова, Краснова и Каледина, непримиримых врагов. Мир? Мира с большевиками не будет никогда. СССР, получившие большинство в учредительном собрании, не признают советской власти. Кадеты готовы к войне на истребление, а генералы – завоенную диктатуру. Только как? Генерал Врангель вспоминал. «Я отлично понимаю, что без помощи русского населения нельзя ничего сделать. Политику завоевания России надо оставить. Ведь я же помню, мы же чувствовали себя, как в завоеванном государстве. Так нельзя. Нельзя воевать со всем светом. Надо на кого-то опереться». Февраль 1918 года. Москва. Американский консул Дэвид Клинтон Пул сообщает. Формируемой сейчас добровольческой армией пока нет пехоты, достойные упоминания. А имеющаяся артиллерия практически остается без боеприпасов. С военной точки зрения положение донского правительства прискорбно слабое. Для успеха ему срочно нужны деньги, боеприпасы и снаряжение. Кардинальное значение имело бы более долгосрочное решение его проблем. Ключевым стал бы контакт с союзниками через Сибирь и по Транссибирской железной дороге. Без такой помощи Союз, возможно, не раскроет своего потенциала в каком-либо значительном масштабе. Американец был несомненно прав. Если бы не союзническая помощь, гражданская война в России закончилась бы практически не успев начаться еще весной 1918 года. Но началась военная иностранная интервенция. А теперь о наших союзниках. И генерал Нокс, и генерал Жанель жалуются. Не прямо, правда. Но они дали мне понять, что вы всячески уклоняетесь от общения с ними. Создается неловкое положение. Но согласитесь, наши союзные державы, столько сделавшие для вооружения нашей армии, вправе интересоваться подготовкой нашего наступления. Ваше высокопревосходительное. Я всего лишь старый рубака. Ни политика, ни дипломат. И не умею я делать хорошую мину при плохой игре. Январский бюллетень английской промышленной федерации изволили прочесть? Ну, помилуйте, генерал. Ну и что тут удивительно? А вот что. Они здесь черным по белому. Сибирь – самый крупный приз для цивилизованного мира с времен открытия обеих Америк. Каковы? Даже не скрывают, что собираются нас ободрать, как литку. В мае 1918-го князь Владимир Андреевич Аболенский спросил у своего лидера кадета и либерала Павла Николаевича Милюкова. Неужели вы думаете, что прочную русскую государственность можно создать насилие вражеских штыков? Народ вам этого не простит. Милюков холодно пожал плечами. Народ – переспросил он. Бывают исторические моменты, когда с народом не приходится считаться. Всем известно, что война эта нам навязана. В начале 1918-го года мы старую войну кончили и новой не начинали. Все знают, что против нас пошли белогвардейцы на западе, на юге, на востоке только благодаря помощи Антанты, кидавшей миллионы направо и налево. Владимир Ленин. 18 января 1918-го года генеральный штаб главного командования армиями Антанты принял резолюцию о необходимости интервенции союзников в России. «Большевистский режим не совместим с установлением прочного мира. Для держав Антанты жизненной необходимостью является уничтожить его как можно скорее. Необходимо срочно прийти к соглашению в целях установления принципов интервенции в России, уточнения распределенных обязанностей, обеспечения единого руководства. Это соглашение должно быть первым этапом в деле организации мира. Политические задачи Антанты уже по итогам интервенции поистине блестяще сформулировал Уинстон Черчилль. Стоит отметить, что о союзной помощи в откровениях британца не слово, о сохранении целостности Российской империи не слово, о победе над большевиками в России не слово. Четко, цинично, безапелляционно». Интервенция дала более практический результат. Большевики в продолжении всего 1919-го года были поглощены этими столкновениями с Колчаком и Деникиным. И вся их энергия была таким образом направлена на внутреннюю борьбу. В силу этого все новые государства, лежащие вдоль западной границы России, получили передышку неоценимого значения. А тем временем Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и, главным образом, Польша могли в течение 1919-го года организовываться в цивилизованные государства и создать сильные патриотически настроенные армии. К концу 1920-го года был образован санитарный кордон из живых национальных организаций, сильных и здоровых, который охраняет Европу от большевистской заразы. Создать санитарный кордон, буферную зону, отделяющую Европу от большевизма, задача минимума. Задача максимума – полный развал России. Англия и Франция боролись за морское господство. Неслучайно и высаживались на побережье Белого и Черного морей, блокировали Балтику, ставя всю внешнюю торговлю России под свой контроль. Российская колония – мечта. У японцев были свои резоны, у американцев свои. В российской буржуазии резоны были всегда. Господа, я пью за тот день, когда колоколом оповестят всему миру. Лев Семенович Ребушинский, один из богатейших людей в России. От имени русских патриотов, промышленников я объявляю, что полк, который первым придет в Москву, получит приз в миллион рублей. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно было прийти в отчаяние от такой пассивности тех, кто, казалось, должен был быть в центре борьбы, являться ее стимулом. Но упреки, бросаемые местному купечеству, что оно интересуется только ценами на треску, что оно спекулирует английскими товарами и мехами, оно спокойно в свою очередь спрашивало, а мы разве просили вас приходить защищать нас от большевиков? Нам и с ним было не скверно. Министр северного правительства Борис Соколов. Экспорт демократии в России осуществляли на добровольной основе Австралия, Англия, Бельгия, Болгария, Греция, Италия, Канада, Китай, Польша, Румыния, Сербия, США, Финляндия, Франция и Япония. Белочехи никуда не уходили. Немцы в состав Антанты не входили, что не мешало им воевать против Совета. Российская империя не стала, но Россия с Советами или без никуда не делась. Ее рвали на части. Она сама распадалась на удельное княжество, автономные государства и бандитские вольницы. Можно было сколь угодно долго заламывать руки и взывать благоразумие. Война со стороны Запада была объявлена. Только в Сибири и на Дальнем Востоке к концу 20-го года 175 тысяч японцев, 20 тысяч американцев, 1600 англичан, 4 тысячи канадцев, 1100 французов, 55 тысяч чехословаков, 1500 итальянцев, 6000 китайцев, 12 тысяч поляков, румын и сербов выполняют в основном охранные и карательные функции. Чтобы охарактеризовать создавшееся положение, проще всего считать его оккупацией. Исходя из этого термина, все отношения с иностранцами делаются понятными и объяснимыми. Генерал-лейтенант Владимир Марушевский. На интервенцию английским правительствам было истрачено 58 миллионов фунтов стерлинга. Из них 50 миллионов было записано за Россией в виде долга за поставленное вооружение. Очевидно, что теперь, как и прежде, англичане руководствуются в своих отношениях к России не сентиментальными отношениями и не симпатиями, а холодным прозаическим расчетом. Князь Трубецкой. Командующий американскими войсками в Сибири генерал Уильям Сидней Грефс был вынужден признать, что американский Красный Крест Сибири действовал как агент по снабжению Колчака. Колчак захватил 495 тонн золотого запаса России. Из них за границу ушло 184 тонны золота. Только в 1919 году с фирмы «Ремингтон» за поставку 113 тысяч винтовок расплатились тремя тоннами золота. Говорят, что точный вес составил 3 тонны 76 килограммов. Но кто обращает внимание на такие мелочи? Часть золота была продана на золотой бирже Владивостока французским и британским банкам на 20% ниже мировых цен. Всего за 1919 год через Владивосток ушло в Японию 43 тонны, в Великобританию 46 тонн, в США 34 тонны, во Францию 20 тонн золота. 33 тонны золота уплыли в Гонконг в виде залогов под кредиты. 60 тысяч тонн зерна, 13 тысяч тонн соли, 5 тысяч тонн льна, табака и шерсти – это уже французы. В процессе эвакуации Одессы во французский Марсель были уведены 112 морских транспортов, что составляло 9 десяток всего русского торгового флота на Черном море. Дальний Восток. Сфера интересов – Япония. Лес – 650 тысяч кубометров. 75% всего дальневосточного улова сельди. Только в 1919-м вывезено более 200 тысяч тонн и практически весь улов – лососерок. Захвачены 300 речных и морских судов. В Маньчжурию угнаны 2000 вагонов. За 9 месяцев пребывания в Баку англичане вывезли 450 тысяч тонн марганца, 500 тысяч тонн нефти. 11 января 1919 года управляющий канцелярией отдела иностранных дел Северного правительства писал «Что же касается экспортных товаров, то все, что имелось в Архангельске на складах и все, что могло заинтересовать иностранцев, было ими вывезено в минувшем году почти что безвалютно, примерно на сумму 4 миллионов фунтов стерлингов». Генерал-лейтенант Владимир Марушевский. Общий ущерб, нанесенный интервенцией Архангельской области, составил более миллиарда золотых рублей. Еще на 60 миллионов товаров вывезли в результате так называемой торговли. Интервенты захватили на севере около 20 военных кораблей. «А что же белые с их идеей единой неделимой? Они без преувеличения – пушечное мясо. Вы воюйте, мы оплатим. До поры до времени». Всемирный империализм, который вызвал у нас сущности, говоря, гражданскую войну, и виновен в ее затягивании. Владимир Ленин. С марта по сентябрь 1919 года мы получили от англичан 558 орудий, 12 танков, 1 685 522 снаряда и 160 миллионов оружейных патронов. Санитарная часть улучшила. Обмундирование же и снаряжение, хотя и поступало в размерах больших, но далеко не удовлетворяющих потребностей фронтов. В тот же период мы получили 250 тысяч комплектов. Оно, кроме того, понемногу расхищалось на базе, невзирая на установление смертной казни за кражу предметов казенного вооружения и обмундирования. Таяло в пути и, поступив наконец на фронт, пропадало во множестве, уносилось больными, ранеными, посыльными и дезертированными. Антон Деникин. Главнокомандующий союзными войсками в Сибири и на Дальнем Востоке генерал Морис Жанен вспоминал. Вчера прибыл генерал Нокс. Его душа озлоблена. Он сообщает мне грустные факты о русских. 200 тысяч комплектов обмундирования, которыми он их снабдил, были проданы за бесценок и частью попали красными. Он считает совершенно бесполезным снабжать их чем бы то ни было. Впрочем, снабжать не прекратили. Всем выгодно. Как и выгодно было воевать. Из телеграммы генерала Мамонтова, возвращавшегося из Тамбовского рейда. «Посылаю привет. Везем родным и друзьям богатые подарки. Донской казне 60 миллионов рублей. На украшение церквей, дорогие иконы и церковную утру». Генерал Деникин в ответ на это донесение ликовал. Громадную ценную добычу привез он. Чего в ней только не было. Тысячи золотых и серебряных вещей. Иконы в золотых окладах, церковные сосуды, жемчуга и бриллианты. Газета «Приазовский край». 27 августа 1919 года. Мамонтов почистую ограбил около 80 церквей. Генерал-африкан Богоевский экспроприировал Старочеркасский и Новочеркасский соборы. Только одного золота Богоевский похитил из этих двух храмов 11 фунтов, около 5 килограммов. Главную часть этой добычи составляли церковные ризы, иконы, кресты, изъятые из храмов божьих. Бывший войсковой старшина Донской армии Иван Лунченков. Грабили, грабили, грабили. Что-то пропивалось в обозах, что-то эвакуировали назад. Для крушения ценностей была приглашена офицерская молодежь, всего около 40 человек. Ломались часы из драгметаллов, траурные венки с гробниц исторических лиц, ризы с икон, вынимались камни, серебро дробилось в муку. По итогам работы, которая длилась два месяца, были уложены 700 ящиков по 15 пудов каждый, то есть больше 10 тысяч пудов, 160 тонн. Под руководством вандалов погибли исторические ценности России. От американцев были получены 50 миллионов франков. Деньги переданы лично Врангелю. Бывший войсковой старшина Донской армии Иван Лунченков. От нашей армии население сохранило везде определенно скверные воспоминания. И называют ее не добр армией, а грабь армии. Военный журналист Александр Валентинов. Отчего не удалось делать Деникина? Отчего мы здесь в Одессе? Ведь в сентябре мы были в Орле. Отчего этот странный тысячеверстный поход, великое отступление орлов от Орла? Взвейтесь, соколы, ворами, единое и неделимое в кривом зеркале действительности. Белое дело погибло. Начатое почти святыми, оно попало в руки почти бандитов. Шульгин, 1920 год. Вот бы полить керосином и сжечь всю эту сволочь. И это стадо надо оберегать штыками и пушками. Кровью отвоевывать для него новые города. Вот она. Простая, как апельсин. Правда, белой войны. Армия Юга России. Наиболее боеспособная из всех белых армий. Летом 1919 года насчитывало 30 тысяч офицеров, 70 тысяч казаков, 10 тысяч горцев. Всего 140 тысяч человек. На призыв добровольческой армии отозвались. Офицеры, юнкера, учащиеся молодежь и очень-очень мало прочих городских и земских русских людей. Всенародного ополчения не вышло. В силу создавшихся условий комплектования, армия в самом зародыше своем таила глубокий органический недостаток, приобретая характер классовый. Печать классового отбора легла на армию прочно и давала повод недоброжелателям возбуждать против нее в народной массе недоверие и опасения и противополагать ее цели народным интересам. Антон Деникин. Генерал Врангель вспоминал. Для меня было ясно, что чудесно воздвигнутое генералом Деникиным здание зиждется на песке. Мы захватили огромное пространство, но не имели сил для удержания его за собой. На огромном изогнутом дугой к северу фронте вытянулись жидким кордоном наши войска. Сзади ничего не было, резервы отсутствовали. В тылу не было ни одного укрепленного узла сопротивления. Пополнений нет и не предвидится. В 1919-1920 годах белые проводят насильственные мобилизации даже среди военнопленных. Ими доукомплектовываются элитная Корниловская и Дроздовская дивизии. Генерал Антон Туркул, командир Дроздовской дивизии, вспоминал. Батальон шел теперь на красных без офицеров. Одни солдаты, все из пленных красноармейцев, теснились толпой в огонь. Мне казалось, что это бред моей тифозной горячки. Как идет в огне толпой без цепей наш второй батальон. Как наши стрелки подымают руки. Как вбивают в землю винтовки штыками. Приклады качаются в воздухе. Никогда, ни в одном бою у нас не было сдачи скопом. Это был конец. Северный фронт. Командование интервенты. Белым офицерам оставили одну возможность. С честью умереть за Россию. Все фронты были в полном подчинении у английского командования. Позиции были заняты главным образом английскими, кое-где русскими силами. Русским же разрешалось занимать более глухие и менее ответственные места. Пропуски, проезды, все это было в руках у союзной комендатуры. Госпитали были английские, персонал же смешанный. Русский и английский. Интендантство, снабжавшее фронт и тыл, было исключительно английским. И русские получали все, начиная с довольствия и кончая амбудированием с английских складов. Министр северного правительства Борис Соколов. Доступные мобилизационные ресурсы области полностью исчерпаны. По данным на 15 апреля 1919 года, на 24,5 тысячи русских приходилось 21,5 тысяч союзников. Здесь важна была не сила, а наличие иностранного мундира, в котором простолюдин видел не только штык или револьвер, но государственную силу, стоявшую за ним. Кроме того, хотя бы небольшая иностранная сила обеспечивала свободу действий каждого войскового начальника, охраняя его жизнь от покушения. С этим надо было считаться и не успокаивать себя теоретическими соображениями о политических вкусах и идеалах нашего мужика. Генерал-лейтенант Владимир Марушевский. Северо-западная армия. Сформирована при активном участии немцев. Христианство с необычайной стойкостью и упорством уклонялось от участия в гражданской войне. Суровые репрессии, драконовские приказы мобилизации не могли парализовать массового, чуть ли не поголовного дезертирства из рядов русской армии. Журналист Григорий Раковский. Погоня за чинами имела просто комический результат. Благодаря системе взаимнодружеского награждения, к концу северо-западной эпопеи в армии без преувеличения появились полковники почти юношеского возраста, а генералов на всю армию в 17 тысяч штыков насчитывалось 34, не считая дюжины тех, которых умудрились испечь уже после ликвидации армии. Василий Горн. Политик, государственный контролер в северо-западном правительстве. Сибирская армия. Основа Белочехия. 50 с лишним тысяч. Еще в июне 1918 года Ллойд Джордж уверял, что чехословацкие части формируют ядро возможной контрреволюции в Сибири. Интервенты составляли примерно 15% общей численности армии Колчака и до 40% ее боевого состава. Глава британской военной миссии в Сибири генерал Альфред Нокс о колчаковской армии. Солдаты сражаются вяло, они ленивы, а офицеры не умеют или не хотят держать их в должном повиновении. Неприятель заявляет, что он идет на Омск, и в данный момент я не вижу ничего, что могло бы его остановить. По мере того, как Колчак отступает, армия его тает, так как солдаты разбегаются по своим деревням. Армии по сути нет. В тылу казнокрады. Генерал Колчак свидетельствует. «Дело не в законах, а в людях. Мы строим из недоброкачественного материала. Все гниет. Я поражаюсь, до чего все испоганились. Что можно создать при таких условиях, если кругом либо воры, либо трусы, либо невежие. И министры, честности которых я верю, не удовлетворяют меня как деятелю. Я вижу в последнее время по их докладам, что они живут канцелярским трудом. В них нет огня, активности. Если бы вы вместо ваших законов расстреляли бы 5-6 мерзавцев из милиции или пару-другую спекулянтов, это нам помогло бы больше». В России против советской власти действовал еще внутренний фронт. Целая сеть подпольных офицерских организаций с самыми немыслимыми названиями и идеями. «Черная точка», «Союз реальной помощи», «Все для Родины». Самое оригинальное название придумали колчаковцы. Созданная под их эгидой организацией называлась «Союз трудового крестьянства». В нее входили офицеры, которые воевали против большевиков. Национальный центр, Всероссийский монархический союз, Единая Великая Россия, Союз фронтовых офицеров, Народный союз защиты Родины и Свободы, Белый Крест. Организаций много, подпольщиков мало. А вернулся я в Совдепию нелегально по заданию Бориса Савенкова с его террористами. А выдал нас какой-то слесарь, только человек его знает, кто про него. Савенков говорил, что он твердокаменный СР. Ну, гнида. Да, выжил я тогда чудом. Смертнюю казнь отменили. На время. Вот я и решил. Никакой овсеровщины. Закон и монарх. Это единственное, на что еще можно ставить. Это не скачки, барон. В этом роде. Мы, ваше превосходительство, играем крупно. Риск велик. Зато и куш можно сорвать. Все жившие в Петербурге в первую половину 18-го года должны помнить, что в те дни представляла собой обывательская масса. Не имею права винить кого бы то ни было, но полная апатия, забитость и во многих случаях просто трусость, невольно бросались в глаза. Множество молодых, здоровых офицеров, торгуя газетами и служа в новых кафе и ресторанах, не верило в долговечность большевиков. Еще меньше верило в успех восстания и возлагало все свои надежды на занятия Петербурга немцами. Николай Лямин, генерал-лейтенант, военный историк. Кроме поддержки Белого движения, союзники вооружали националистов и сепаратистов на Украине, Кавказе, Средней Азии. Петлюровцев снабжали немцы, а те просто резали всех русских, не разбирая их на белых и красных. Свидетели событий вспоминали. Киев поразили, как громом, плакаты с фотографиями 33-х зверски замученных офицеров. Выколотые глаза, отрезанные уши и носы, вырезанные языки, приколотые груди вместо георгиевских крестов. Кто только был тогда в Киеве, тот помнит эти похороны жертв Петлюровской армии. Писатель Марий Нестерович Берг. Союзники поддерживали материальные отдельные банды и целые карательные соединения, снабжали атаманов Калмыкова и Семенова. Только барону Унгерну, служившему под началом Семенова, было поставлено 7,5 тысяч винтовок, 50 пулеметов, 11,5 миллионов патронов. Об Унгерне ходили легенды. Он был очень жесток. Не щадил ни женщин, ни детей. По его приказанию уничтожалось население целых деревень. И сам он лично с наслаждением расстреливал обреченных на смерть. Таким же жестоким был начальник особой карательной дивизии Семеновской армии генерал Тирбах. Однажды насильственно мобилизованные казаки, не желая служить Семенову, убили своих офицеров и перешли к партизанам. Вскоре в их станицу прибыл отряд Чистохина. Были собраны все старики. Их запрягли в сане и приказали везти убитых офицеров на кладбище. Там стариков расстреляли, а станицу сожгли. Мальчики думают, что если они убили и замучили несколько сотен и тысяч большевиков и замордовали некоторое количество комиссаров, то сделали этим великое дело. Нанесли большевизму решительный удар и приблизили восстановление старого порядка вещей. Обычная психология каждого чистолюбивого взводного, который считает, что он решил исход боя и всей войны. Но зато мальчики не понимают, что если они без разбора и удержа насильничают, порют, грабят, мучают и убивают, то этим они насаждают такую ненависть к представляемой ими власти, что большевики могут только радоваться наличию столь старательных, ценных и благодетельных для них сотрудников. Генерал-лейтенант, барон Алексей фон Бутберг. На гражданской войне нет места сантиментам. На то она и называется – противоубийственная. На террор всегда отвечают террором. Белый был страшнее и масштабнее. Исторически и чисто математически. По переписи 1897 года дворяне вместе с чиновниками составляли полтора процента населения России. Купцы и почетные граждане – еще полпроцента. В 1910 году, согласно налоговым данным, годовой доход свыше тысячи рублей имел только один процент экономически активного населения. Это был, по сути, весь высший и средний класс России. Остальные – работяги и мужичье, которые победили в той войне. Народ победить нельзя. Мне, боевому офицеру, поручили толкнуть вас в драку! Было бы за что! Но не за что! Я вас не поведу и не пущу! Белому движению конец! Народ не с нами, он против нас. Значит, кончено. Гроб, крышка. А белых не стало. Их уничтожили. Те же, кто успел убежать, стали частью русской миграции, которая уже не была такой белой. Русские беженцы 1919-го принадлежали к бесчисленным политическим партиям и ненавидели друг друга много сильнее, нежели большевиков. Розовые и красные, зеленые и белесые – они все ждали, когда падут большевики, чтобы вернуться в Россию и продолжить свою грызню, прерванную Октябрьской революцией. Это те самые люди, которые взяли от империи все, что она могла дать. Защиту от черни, право эксплуатировать крестьян, недоплачивать рабочим и обманывать вкладчиков. Жизнь, полную неги и очарования. Великий князь Александр Михайлович. Цвет белый. Цвет белого движения. Благородная белая кость. Российская элита, стоявшая насмерть против того, чтобы в России поднял голову сиволапый мужик. И проигравшая все, так и не уяснив главного. Россия стояла, стоит и стоять будет на таких вот мужиках. Белое движение. Безграничная вера в правоту своего дела и прямое сотрудничество с иностранными интервентами. Честь русского офицера и патологический садизм. Громкие слова о любви к многострадальной родине и ненависть к собственному народу. В современной России память избирателей. Грязно-белый цвет 21 века. Кому-то он сегодня нужен. Вопрос, зачем? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова